В Калифорнии есть лампочка, которая ярко светит с 2019 года. Изначально это была 30-ваттная лампа, а сейчас это особенная штука и излучает уютное свечение, похожее на 4-ваттный ночник. Ее создал французский изобретатель Адольф Шае, который выдал вручную обычную лампочку с углеродной нитью еще в конце 18-х-90-х годов. Судьба лампочки приняла интересный оборот, когда владелец компании передал ее в дар местной пожарной службе. С тех пор она практически не выключалась, получив заслуженное звание самой долговечной лампочки в мире. Теперь прольем свет на срок службы современных лампочек. Он зависит от марки, технологии и типа. В настоящее время лампочка нового поколения может работать более 20 тысяч часов. Мы развиваемся, изобретаем новые технологии, но лампочка двухвековой давности оказалась более долговечной, чем современной. Это как-то странно. И если вы заметили, это противоречие не ограничивается лампочками. Как будто все, что мы покупаем в наши дни, ломается гораздо быстрее, чем раньше. Это связано с так называемым запланированным устареванием. Компании разрабатывают продукты так, чтобы они быстро изнашивались или становились бесполезными за короткий промежуток времени. Коварная идея заключается в том, чтобы заставить вас покупать новые вещи или постоянно обновлять старые. В некоторых странах такая практика запрещена, потому что это нечестно. Все началось с автомобильной промышленности в США в 1924 году. Парень по имени Альфред Причард Слоун-младший, работавший в компании General Motors, предложил выпускать новые модели автомобилей каждый год, чтобы поддерживать продажи. Плановое устаревание лучше всего работает в тех случаях, когда компания обладает некоторой монополией или, по крайней мере, имеет очень мало конкурентов. Прежде чем применить эту тактику, компания должна быть уверена, что вы вернетесь к ней за заменой, потому что вы лояльны к ее бренду. Они знают, на какой срок службы рассчитан товар, а вы – нет. Интересно, что при наличии конкуренции на рынке товары, как правило, служат дольше. Например, когда в 60-х, 70-х годах прошлого века на американском рынке появились японские автомобили с большим сроком службы, американским автопроизводителям пришлось активизироваться и создавать более долговечные машины, чтобы не отставать. Итак, что же хорошего и плохого в запланированном устаревании? С точки зрения производителей – это здорово. Это помогает им зарабатывать деньги и поддерживает экономику, поскольку люди продолжают покупать новые вещи. Кроме того, это подталкивает компании к инвестированию в исследования и разработку, что может привести к появлению интересных изобретений. Но, с другой стороны, это множит отходы. Мы говорим о тоннах отходов. Кроме того, мы расходуем ценные ресурсы. Существует различное определение запланированного устаревания. С одной стороны, системное устаревание происходит, когда ваш компьютер или другие гаджеты не могут работать с последними обновлениями или подключаться к новым аксессуарам, поскольку изменились технологии. Если гаджеты устарели, то меняется стиль их последователей. Например, дизайнеры смартфонов или модной одежды меняют вид своих продуктов, чтобы старые модели казались менее крутыми. А если у гаджетов закончился срок годности, то да, есть некая тайная дата их уничтожения. Некоторые продукты просто перестают работать или отключаются после определенной даты, заставляя вас покупать новые. Есть и легальное запланированное устаревание. Это когда принимается закон, делающий использование определенных продуктов незаконным. Некоторые изделия разработаны с учетом фразы «ремонт запрещен». Пробовали ли вы когда-нибудь починить сломанную электронику? Некоторые компании делают это невозможным, разрабатывая свои продукты таким образом, чтобы их нельзя было открыть или заменить детали. Другая стратегия производства сделана, чтобы сломаться. Некоторые продукты специально разрабатываются так, чтобы быстро изнашиваться. Производители используют клипки и материалы, которые легко повреждаются или изнашиваются. А иногда вы даже не можете обновить программное обеспечение своего компьютера или телефона, поскольку они несовместимы. А как насчет несменных батареек? Вы знаете, что в устройствах есть встроенные батареи, которые нельзя заменить. Так вот, через несколько лет эти батареи садятся, и вы вынуждены покупать совершенно новые устройства, вместо того, чтобы просто заменить батарею. То же самое мы наблюдаем и с одеждой. Винтажные вещи, как правило, служат десятилетиями, а если купить новую футболку, даже если она приличной марки, через пару лет возникают проблемы. Мы пришли к этому не за один день. Недавнее исследование, проведенное в отношении колготок, раскрыло еще один секрет. Оказывается, бренды одежды намеренно производят женские колготки, которые склонны к затяжкам, из-за чего их приходится выбрасывать уже после шести использований. Колготки наших бабушек выдерживали гораздо больше, чем наши. Только во Франции ежегодно продается 130 миллионов пар колготок. В этом исследовании почти две трети участников действительно признались, что их колготки не выдерживают и шести использований, то есть им не надоело их носить. Колготки стали непригодными для носки из-за своей хрупкости. В среднем женщины покупают около 10-11 пар колготок в сезон. Авторы исследования указали на двух основных виновников. Некачественную ткань и использование добавок, которые якобы делают колготки менее прочными. По всей видимости, в целях снижения затрат производители колготок делают их больше похожими на трубки, пренебрегая естественными контурами человеческих ног. Кроме того, им, по-видимому, не хватает внимания к деталям, которые присущи ручной отделке изделий. За последние десятилетия одежда в целом претерпела значительные изменения, и на это повлиял целый ряд факторов. Речь идет о технологическом прогрессе, изменениях в способах совершения покупок и в производстве одежды. В прежние времена одежда обычно изготавливалась из натуральных материалов, таких как хлопок, шерсть и шелк. Она должна была пролежать в гардеробе целую вечность, но сейчас ситуация изменилась. В центре внимания синтетические материалы, такие как полиэстер и нейлон. Конечно, они дешевле в производстве, но, возможно, не так хорошо держат форму и не так удобны на ощупь. Не будем забывать и о развитии быстрой моды. Речь идет о производстве тонн дешевой одежды, которую вы носите в течение минуты, а затем выбрасываете. Качество здесь не всегда является приоритетом. Скорость и низкая цена — вот главные игроки этой истории. Но не теряйте надежды! У этой истории есть и светлая сторона. Все больше и больше людей садятся на пояс экологичной и этичной моды. Им нужна одежда из экологически чистых материалов, созданная в условиях справедливого труда. И знаете что? Благодаря этому движению качество и долговечность снова оказываются в центре внимания. Бренды активизируются и производят одежду, рассчитанную на длительный срок службы. Да, в мире одежды произошли большие изменения. С развитием быстрой моды мы наблюдаем переход к более дешевым и менее прочным материалам. Но в то же время растет число сторонников экологичной высококачественной моды. Это похоже на перетягивание каната, так что посмотрим, кто в конце концов победил. Вернемся к надежности современных автомобилей. Похоже, новые автомобили стали чаще выходить из строя. И речь идет не только о типичных проблемах с двигателем и короткой передачей, как это было раньше у некоторых марок. Теперь это системы климат-контроля, электрика, автомобильные развлекательные устройства, бортовая электроника и даже стеклоподъемники, которые выходят из строя в первые несколько лет эксплуатации. Эта технологическая проблема, разумеется, характерна не только для автомобилей. Компания Apple призналась в намеренном замедлении работы iPhone. Есть еще холодильники, у них есть проблемы с компрессором. Они работают только треть-четверть от прежнего срока службы. Также есть проблемы с дверцами. Вместо того, чтобы быть плотно прикрученными, они как бы приклеены. Так что все эти дергания двери посреди ночи, когда не спится, могут привести к неприятностям. Со временем двери начинают шататься. В целом, в понятии запланированного устаревания есть и положительная сторона. Теперь есть товары, которые производятся с меньшим сроком службы, чтобы помочь окружающей среде. Например, пакеты из морских водорослей вместо пластиковых пакетов. Хотите выпить чашечку чая? Вот вам растворимые чайные пакетики. Съедобные пузырьки для воды и съедобные ложки – это изобретение нового уровня. Многие бренды продают капсулы со стиральным порошком или шампунем, а также таблетки с зубной пастой.